домик и такой мощный контраст будет здесь уже тут и самый темный цвет самые светлые огоньки в работе и крыша то есть тут максимальный контраст который как раз нам поможет не запутаться зрителю от четко понять где у нас центр где у нас главный герой приступаем карандашному рисунку первым делом намечаю линию спуска склоном определяем место расположения домика и его размеры очень бредно такими засечками так и здесь будет балкон с видом на на корень панорамный такой вид красивый открывает так пока еще ищу размеры поподробнее уже можно его прорисовать такая будет толщина все поставлю чтобы уже было видно уточняю линии придется положить с помощью направляющей я буду переносить линии так тут два этажа нарисую сейчас 2 не буду рисовать это крыльцо почему потому что хочу здесь нарисовать огоньки чтобы они хорошо читались никто их не перекрывал оставлю здесь пустое пространство и тогда не будет выигрышно смотреться это на самом деле непонятно что как идет так окошки какие-то сделаю внизу там наверное что-то видим магазинов какой-то какие-то лавки возможно сувенирные можно просто сделать окошки и вот выход на панорамный вид дымоход так и давайте рисовать теперь огоньки использую маскирующую жидкость у меня дели рауни поехали рисуем огонёчки мне удобно делать это шпажкой деревянный окошки тоже можно все теперь ждем пока маскировка высохнет что возьму кисточку небольшую вообще не важно какую кисточку среднего до среднего диаметра начну с изумрудного либо в талагрин на белом снегу рисую рефлекс от северного сияния я его сделала еще более явным потому что красивый цвет добавлю бирюзовый утрамарин нижнюю часть под крышу надо добавить какой-то теплый цвет я бы добавила золотистый если бы он у меня был чистым не грязный поэтому желтый с оранжевым смешаю так это от будущих фонариков у нас блик на снегу вот теперь хочется где-то затемнить наш сугроб добавляя уже цвет которыми на палитре на всяким с маджен тавским оттенком так сейчас сиен жены попробую полосочку привести пока не делайте может будет не очень так еще где-то затемним потом самые темные места на крыше мы по сухому напишем давайте приступим так чем мы можем приступить но пока ни к чему мы особо не можем приступить потому что влажно если я начну рисовать вот эту часть на крышу затечет если начну нижнюю часть рисовать то у меня снег снег потечет коричневая так что я пока пожалуй подожду пусть подсохнет чтобы не рисковать приступаем к домику самая ответственная интересная часть хотя здесь все часть интересными начиная желтого прям так вокруг фонариков дальше добавляем кадми оранжевый немножко сиены жженый начинаем так палитру протрем теперь больше сиены жженый можно каплю бордовые добавить все еще с оранжевым сверху так давать побольше бордового уже можно синего наверно добавить синий тут который у меня уже есть на палитре я его добавлю так же синий у нас пойдет на второй этаж на 1 вернее вниз так и водичкой смягчаю отжатый кисточка каждый раз я из полоски вы выбираю этот пигмент заплывший так бордовый сиена жженые еще это хочется затемнить то оранжевый такой очень наивный получился так желтым вокруг окошек первого этажа проведу и сразу затемняю сиена жженая бордовый синий уже не говорю какой конкретности не потому что у меня на палитре это либо ультрамарин либо я думаю это уже не так принципиально прямо вообще они в так какого-нибудь свечения еще хочется на первый этаж добавить цвет оранжевенький наверное освещение здесь и прям темные теперь нам нужен эндонтреновые бордовый сиеноженые я не использую видеть никаких других уже цветов кроме уже имеющихся на работе поэтому например индиго или коричневый я уже не беру а намешиваю из того что я использовала никакие черные там возможно балкончик или что-то и и и и и и и и добавлю теплого коричневого в этот забор от он не получилось немножко сам по себе и какие-то еще и мелочевку сюда добавлю такое мальчишение так нам надо теперь смягчая вот эту часть чтобы не было четкой границы беру синие все мешая что у нас есть на палитре что получилось такой фиолетовый оттенок для теней трубу сделать чуть пониже потому что хочу тень нарисовать от нее что было место для тени где-нибудь тут пару сухих мазочков по желанию ну чтоб труба не была такая чтобы крыша не была такая грустная однообразная однообразная сиена жжёная с оранжевым так труба давайте нарисуем трубу буквально одним двумя движениями так она мне мягко вошла в свое в свою тень тоненькую беру кисточку самую что у меня есть и синтетик тоже возьму потому что мне хочется еще где-то затемнить чтобы дом был более контрастным синий эндонтреновый бордовый сиена жжёная можно прорисовать немножко фактуру дерева то есть бревна сверху на втором этаже тоже можно сделать эту фактуру так уже не таким темным а просто сиеной сиеной жжёной так окошки я хотела окошки такой небольшой намек окошки главный острый кончик чтобы был такие детали только острым кончиком надо уже финальные штришки но если вы хотите что получилось так вот тоненько все слишком ровно тоже не очень люблю поэтому где-то вот прям слишком прямые линии можно подразнить добавлю желтенького сюда зря добавила ну ладно друзья все подсохла я снимаю маскирующую жидкость проверяйте чтоб пальцы руки были чистые обязательно перед этим сухие что можно сделать взять меланиновую губочку маленький комочек скатать и аккуратно так я ее намочила отжала быстро некоторые оставляю не тронутой чтобы они прям такие светлые остались некоторые